Осенью после сезона дачных подвигов у садоводов и огородников часто обостряются боли в позвоночнике и суставах, гастрит и язвы, зашкаливает давление. Поправить здоровье могут помочь уже давно знакомые чебоксарцам аппараты магнитотерапии от компании Еломет. Они разработаны с учетом накопленных научных данных о лечебном воздействии магнитного поля на организм человека. Универсальными аппаратами, которые производит компания Еломет, оснащены физиотерапевтические отделения многих больниц города и республики. Валентина Гурьевна всю жизнь работала на заводе. В последнее время из-за остеохондроза начали неметь руки. Врач назначил курс лечения. У меня руки онемели, спина очень болела, поясница болела. Вот предложили мне на алмаге лечиться. Симптомы уже начали успокаиваться, немножко успокоились. Себя чувствую комфортно, легче. Магнитное поле – очень, конечно, чудное явление в природе. Мы состоим, как знаем, состоим из жидкости из воды. 80% плюс-минус, как считается. И, конечно, это не просто вода, это заряженная частичка, это соли наши. Они, создавая магнитное поле в организме, заряженные частички начинают ускоренно движение к противоположному полюсу. И, конечно, ускоряет скорое обращение. Резервные капилляры открываются. Аппарат «Алмаг-1» предназначен для лечения и профилактики широкого спектра заболеваний, в том числе таких распространенных, как артрит, артроз, остеохондроз. Принцип работы аппарата прост. Нужно наложить его на 20 минут на больное место. Под воздействием магнитных импульсов уменьшается отек и воспаление, проходит боль. Магнитное поле проникает в ткани без эффекта прогревания. Процедуру можно проводить прямо в одежде. У меня начали болеть суставы, колени и поясница тоже. Тогда мне врачи посоветовали лечиться вот этим аппаратом. Этот аппарат мне очень нравится. Он простой, не нужно раздеваться. Я думаю, что приобрести такой аппарат для использования дома необходимо. Купить аппараты магнитотерапии можно в ближайшем магазине «Медтехника». Там же можно получить подробную консультацию специалиста и узнать о противопоказаниях. Продолжение следует...